Всем привет! Сегодня будем заниматься разбивкой жесткого диска, его разметкой. Вот у меня около терабайта в формате extension 3. Я сейчас удалю полностью весь раздел. Вот, на жестком диске у меня ничего нет. Я всем рекомендую, потому что обычно выскакивает менюшка в таком виде и вы не знаете, в каком формате у вас сделан жесткий диск. Вот идете на вид, нажимаете на информацию, вот у вас должно стоять тип раздела MS-DOS. Вот я иду в устройство, создать таблицу разделов и вот здесь я выбираю MS-DOS. GPT, ну я пробовал, работает криво, поэтому вот формат MS-DOS, скажем так, наиболее общеупотребительный. Нажимаю применить. Все, значит, можем сделать, пересканировать устройство, нажать. И для сомневающихся, так же. Можно, значит, зайти вот сюда. Еще и здесь получить ту же самую информацию. Вот. Теперь, значит, что мы сделаем. Я сделаю два раздела. Один для Linux, другой для Mint. Другой для WinD. Значит, ну, очень просто. Вот для Linux разделчик будет вот такой. Для того, чтобы получались разделы, целочисленные значения, нужно 50 гигабайт, вот я делаю, умножаю на 1024. И получаю вот такой вот размер, который я должен здесь выставить. Нажимаю на кнопочку добавить, исполнить. Ну, и сейчас размер 50 гигабайт под Linux с расширением Extension 3 будет создан. Extension 3 я почему делаю, а не Extension 4, потому что этот раздел, это расширение Extension 3, хорошо видно, а так же и с винды. Акронис на расширение Extension 4 вообще никак не реагирует, он его не видит. Итак, следующий раздел, который, значит, мы сделаем, мы сделаем разделчик на 100 гигабайт и проставим вот сюда вот это число. Значит, вставляем под Windows это будет файлосистема NTFS вот здесь я напишу, допустим, Windows 10 исполнить и вперед из песни. Оперативная память у меня 4 гигабайта, поэтому я где-то на 4 гигабайта сделаю раздел для файла подкачки и проставлю вот эту вот сумму вот здесь. Создаем раздел для файла подкачки, вставляем сюда вот это число, здесь выбираем файловую систему Linux своп, добавляем, нажимаем применить и закрываем. И вот у нас получается огромнейший раздел, значит, не использованный, еще на 777 гигабайт. А здесь я создаю раздел уже не основной, а расширенный. То есть первые 3 раздела у нас шли как основные, вот этот я просто делаю расширенным. Применяем. И вот сюда можно там хоть 10 линуксов засунуть, это уже будет, как говорится, там без разницы. Значит, на расширенном разделе, ну, что я сделаю? Значит, 777, 51, ну, я могу, допустим, сделать кладовочку под 500 гигабайт. Получится вот такое вот число. Здесь, значит, я опять-таки проставлю extension 3, а здесь ему сделаю меточку home. То есть это будет домашний раздел. И при установке линукса или официальной сборки, или моей сборки, его всегда можно будет подсоединить. Если что-то будет случаться с основным разделом в 50 гигабайт, его всегда можно переставить. А на вот этом логическом разделе home изменения будут сохраняться. Ну вот, раздел home создан на 500 гигабайт. У нас еще осталось 270 гигабайт свободного пространства. Я на нем сделаю еще два рабочих раздела для линуксов, скажем так, которые там я тестирую и так далее. По опыту мне уже, как говорится, этого хватает. Создаем новый раздел. Вот здесь указываю я вот этот размер. Опять-таки extension 3. И вот здесь напишу vrk1 рабочий первый. Разделчик создан. И сделаем еще один такой же разделчик. проставим размеры. Здесь напишем vrk2, то есть vrk3, vrk2, vrk1. Ну, приступить. Ну, и оставшееся пространство я отдам, сделаю кладовочку для винды. Форматирую его в формате mtfs. Вот так. И напишу на ней такую надпись. win data. То есть данные. Будет кладовочка еще для винды. Если вы ставите только чистый линукс на разделы жесткого диска, то вот эти два раздела можете, как говорится, не создавать. Вот и все. Разметка жесткого диска сделана. Практически все пространство я распределил. Теперь приступим к созданию к записи моей сборки. Вот нажимаем на SystemBug. И на SystemBug у меня есть два варианта. Для пользователей показываю, которые хотят, чтобы у них было имя пользователя свое и свой пароль, надо нажимать на кнопочку SystemCopy. Вернее, SystemInstall. Те, кто хочет мою сборку Владимир Владимирович скопировать, где будет называться корневая папочка там в разделе Home, она будет называться User и пароль User, то надо нажать на SystemCopy. Я же покажу для тех, кто, как говорится, хочет создать свое. Ну, например, значит, полное имя. Ну, напишу я, допустим, Алексей Романов. Имя пользователя. Ну, многие пишут, там, Сергей пишет, Серк, там, Василий пишет, Вас и так далее. Я, значит, собственно говоря, мне все это по барабану. Ну, напишу я здесь вот так вот. Алекс. Пароль, ну, пароль, какой хотите, делайте цифра, ой, там, буквы, и так далее. Ну, пароль можно всегда поменять. Но вот, когда сборка там настраивается и так далее, пароль лучше делать вообще очень коротким. Поэтому я просто поставлю здесь единичку, единичку, единичку и единичку. А здесь напишем имя компьютера. Ну, допустим, вот я напишу у меня Lenovo. Напишу черточка и напишу Desktop. А Вы можете, как говорится, там делать свое, что у Вас там нравится. Нажимаем на кнопочку Next и, значит, сборку мы ставим вот на этот вот раздел. расширение Extension 3 50 гигабайт размер. Выбираем точку монтирования вот эту вот и указываем, что оно туда все убежало. Затем встаем вот сюда и, поскольку мы сборку только что ставим, то вот здесь вот мы, значит, поставим еще папочку Home. Вот. То есть эти разделы будут снова отформатированы, но будут разными. Значит, на разделе 50 гигабайт будет расположена основная система, а в папочке Home это наша огромнейшая кладовочка и плюс еще там будут храниться файлы настроек. Вот все сделано. Нажимаем на Next, нажимаем на Start и засекаем время 9.32.30. Я сейчас тут напишу время создания 9.32.30. Ну вот. Когда закончится установка, посмотрим, сколько это заново времени. Если установка операционной системы на жесткий диск компьютера, установка заняла несколько больше времени за счет чего? За счет того, что мы сделали и присоединяем огромнейший раздел размером 500 гигабайт Home. А так она обычно ставится там за 5 минут. А здесь у нас установка заняла 8 минут. 32, 38, 6 минут в принципе. Тоже неплохо. Итак, значит, что мы можем сделать? Можем тут же проверить. Сейчас заведу парольчик. Вот посмотрите. раздел 50 гигабайт использовано в развернутом виде 7,5 и свободно еще в 6 раз больше. Теперь дальше. Тут же, поскольку мы находимся не на этом жестком диске, мы можем изменить метку и я обычно ее меняю на LNC, то есть Linux Mint CINAMO. и тут Supermenu. То есть для меня так вот зрительно лучше видно. Вот сразу видно LNC 50 гигабайт, 100 выделено под винду. Вот наша значит папочка Home я здесь ее тоже изменю просто на Home название. Вот так. тоже как видите вполне достаточно места на вся и все. Теперь значит я значит следующую часть урока буду делать уже с жесткого диска, куда мы поставили Linux Mint CINAMO. Музыка Продолжение следует...